Привидения в мексиканском спортклубе и розовое озеро в Австралии. Об этом и не только в нашем обзоре. Миллион триста тысяч долларов собрали в Таиланде во время ежегодного королевского турнира Попола на слонах. В состязании приняли участие три десятка животных. Чтобы участники были быстрыми и ловкими, до игры их держали на специальной высокоэнергетической диете из овощей и фруктов. Турнир проводят уже 15 лет подряд. Собранные средства традиционно перечислят в пункт помощи тайским слонам. В Боливии будет еще больше коки. Такой законопроект подписал президент Эво Моралес. Несмотря на протесты оппозиции, мол, это будет способствовать торговле наркотиками, площадь плантации коки в стране увеличат в два раза до 22 тысяч гектаров. Растения, из которого также получают кокаин, защитил и президент. Дескать, сам в прошлом выращивал кусты коки. В американском штате Арканзасе полиция задержала парня, заподозрив его в вождении в нетрезвом виде. Водитель оказался циркачом, и то, что он треск, как стеклышко, решил доказать оригинальным способом. Жонглировал, выполнял различные трюки. Копы извинились, поблагодарили молодого человека за выступление и отпустили. В одном из спортзалов в Мексике появилось привидение. У велотренажера начали самостоятельно крутиться педали. Свидетели происшествия решили, что кто-то при жизни настолько увлекался спортом, что и после смерти явился поддерживать форму. А вот скептики посчитали, это лишь ловкий трюк. Повлияло ли привидение на популярность спортклуба и его прибыли, пока неизвестно. В британском роторе открыли самый маленький в мире ночной клуб. Метры на полтора и два метра в высоту. Кроме диджета могут поместиться шесть посетителей. Мини-ночной клуб оснастили звуковым оборудованием, светом и танцполом. По мнению создателей, он должен отвлечь жителей города от плохих новостей. Вход в клуб 50 центов. Это порядка 16 гривен. Владельцы собираются подавать заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Соленое озеро в австралийском Мельбурне стало розовым. Хоть и зрелище напоминает промышленную аварию, виной всему жаркая погода и безобидная одноклеточная водоросль Дуналиелла. Под воздействием солнечного света и высоких температур водоросли вырабатывают красные пигменты. Когда жара спадет и возобновится дожди, вода снова станет голубой. А до тех пор местным жителям купаться там не рекомендуют.